Есть еще подчиненные, которые будут какать вам ботинки, и это тоже ничего страшного. Просто вы решите, вам нужны такие или нет, потому что, допустим, еще раз повторяю, есть деятельность, которая по-другому не бывает. Допустим, есть деятельность, когда только невежественные люди делают, например, кирпичи кладут. Им надо материться, вот купите, они кладут кирпичи. Вы не найдете благостных укладчиков кирпичей, понимаете, или тех, которые кидают мешки с мусором, понимаете? И с ними придется устанавливать отношения на их языке, отношения силы, понимаете, силы и жесткости. Ну, то есть, вот он кладет кирпичи, допустим, и ты, если с ним по инструкции клади, он говорит, да пошел со своей инструкцией кладу, как могу. Как с ним надо разговаривать? Ты чего не уклал столько кирпичей? Ну, что-то не хочу. Все, иди домой. Он приходит, прости, мужик, дай мне поработать. Хорошо, клади сколько надо. Понятно? Это отношения с этими людьми вот такие, с позиции силы и жесткого контроля. Все. Такие тоже бывают, и они иногда нужны. Попробуйте интеллектуалов на покладку кирпичей набрать. Ты понимаешь, Василий Петрович, что кирпичи класть, это же очень духовная возвышенная деятельность. Да, конечно, сейчас буду класть. Где вы такое видели? Он сказал, да пошел ты. Хорошо. Хорошо.